хочешь быть курсе последних новостей туризма подписывайся на наш канал и ты будешь всегда знать что происходит в отелях что нового что изменилось этот канал для вас подписывайтесь на него доброе утро ребята бойтесь своих желаний я хотел попасть в одессу и вот попал в одессу таким нечаянным путем мне перенесли рейс с вылету из киева на одессу 6 часов мы ехали мы в 3 часа выехали из киева из аэропорта жулян и уже вот 830 мы уже в одессе сейчас походим погуляем поснимаю покажу что такое одесса самому очень интересно памятник погибшим судам черноморского морского пароходства иду куда ноги несут непонятно где мы дворики интересно как живут одесситы трехэтажное здание все в рельефах статуя вдоль моря идет набережная здесь велодорожка есть можно погулять напротив находится порт и как я понял дальше пляж постараемся дойти до него кафешка рынок небольшой вот он спуск на пляж немножечко спустимся посмотрим все найдем ресторан нема еще какой-то отель рядом судя по всему это уже понтон вот я так понимаю еще на дорогу на пляж пошла ребят туда пошли ну а мы уже пойдем поближе посмотрим что здесь справа есть парк небольшая зона отдыха там детская зона тренажеры это отель m1 club отель это дорога к стеле неизвестному матросу здесь горит вечный огонь филармония одесская итальянский горик пушкин без тросточки еще тросточки музейная площадь здесь находится музее города фонтаны это парк он многоуровневый здесь можно прямо на травке полежать хороший парк большой это самые древние часы в городе 1800 какой-то там год заводят их вручную и радуша здесь же вот она памяти пушкина вот там возраста пушкина фонтаны это театр если я не ошибаюсь человек талантливейший журналист и борец с еврейскими погромами открытие аллеи звезд говорили очень трогательные слова меценат в этом доме жил одессы морозли загрузил сапогами и завез эти сапоги в одесский порт и раздал эти сапоги грузчикам матросам рыбакам когда последний сапог был снят с телеги знаете да и обнаружилось что все сапоги правые а вот когда меня выберут сказал морозли я вам привезу по левому сапогу и он таки привез его выбрали он привез он благополучно правил одессы очень много лет он два десятилетия по моему на был знаете такой человек для которого принцип если тратить то миллион а если любить то королеву это был его жизненный принцип это у нас улица дерибасовская вот она пересекает пушкинскую здесь на эту улицу жил пушкин поэтому она так называется вот она пошла туда есть такая шутка что когда спросил приезжих попаду ли я на улицу дерибасовскую туда 10 ему ответил даже если туда не пойдете все равно там будет улица дерибасовская установлен памятник александру сергеевичу пушкину интересные факты которых я не знал потому что нам рассказал гид видите у александра сергеевича была такая трость он всегда ходил с ней говорят что она весила 16 килограмм и он был заядлым дуалянтом поэтому это помогало ему руке быть всегда крепкой и как правило если он стрелял первым он промахивался но с дантесом у него не сложилось кстати здесь же в этом городе жила женщина которая свела дантеса с какой-то дамой и вот на базе этого прожил конфликт и дантес пригласил пушкина на дуэль и там его убил благополучно сейчас мы с вами подойдем зданию гостиницы в этой гостинице останавливался высоцкий останавливался любовь орлова и тут есть такие истории что напротив находится филармония в этой филармонии она раньше была зданием для где совершали сделки идут акустика такая что когда два человека разговаривают со третий человек не слышат и за счет оборудования и вытягивают и было так что в этом здании проходила вот здесь вот съемочная команда отмечала день рождения режиссера а вот это же время проходила филармонии выступления знаменитого езжайте чуть потом не пробежал на зеленокрасный выступление какого-то известного актера оперного и когда люди выходили высоцкий сидел в этом балконе спиной и играл своим друзьям песню и здесь все остановились и слушали песню и здесь собралось столько людей что вот это полностью все было забито людьми трамвай остановился люди стояли в бриллиантах при параде и высоцкий потом обернулся сказал теперь все ну и здесь же высходила на этот балкон любовь орлова любовь орлову никогда не показывали обнаженную и местные жители хотели знать как она выглядит как у нее с фигура и вот здесь они могли понаблюдать за ней вот такие вот прибаутки нам рассказала гид местный спасибо ей за это сейчас возьму обязательно контакт ну что друзья нам показали одессу немного где все крутая обязательно ехать посещать смотреть тут есть что посмотреть много всяких закоулочков домов старых брать гида обязательно чтобы он вам рассказал историю рассказал все эти прибаутки местные так что однозначно я вам рекомендую посетить одессу хотите на отдых в этот тур или другие мы вам поможем закажите звонок у нас на сайте и мы перезвоним вам у нас есть удобная система онлайн оплаты и бронирование для самостоятельного подбора туров по лучшей цене ждем вас в наших офисах друзья спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии с вами был лысинок евгений субтитры сделал DimaTorzok